да да пошло один не принятый почти никем значит показываю начали смертельного благодаря ямку выкопаю самый смысл объясню ямка нужна побольше и на схемах они достаточно большие до полуметра и даже ниже да все достаточно они там небольшие для стандартного прикопа уже недостаточно ну в принципе ладно так я беру саженец кстати абрикос красные корни все значит почему ее нельзя так прикапывать значит сажают вот правильно корни под землей и половина кроны как правило тоже под землей казалось бы ну что все нормально все можно дальше не закапывать все делают по уму вроде бы даже говорят пролейте что вот так что происходит вот это уровень земли вот это еще пару еще пару вот этот уровень земли вот что получается когда ляжет снег потом он растает потом дождь так и вот с этого места и там плюс весна пока выкопают до того момента чтобы прикопа выкопать и посадить все это вот отсюда до низу все успевает сгнить проверено мною лично был как все схема брал такую же значит теперь поняли смысл абрикосы и груши сгнивают первую очередь им хватает одного сезона то есть потом их выходить до черна сгнивает за одну зиму поэтому остается вариант как ты говоришь вертикальный но он годится для южных районах где это в наших этих местах может будучи прикопано плохо срощенной землей так просто напросто могут замерзнуть значит прикоп значит делаем небольшой холм наша задача чтобы все вот это место корни плюс часть корни вроде бы все правильно в схемах оно должно быть выше уровня земли потому что вот это вот место все что ниже уровня земли это колодец там скапливается влага и навсегда до весны а мы сейчас что делаем че-то они под knows жаль что ты себя не знаешь потому что ты потом не отправишь это видео я уже не делаю две части по-быстрому для одного саженца по-быстрому 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 а все достаточно а потом можно будет сделать то же самое только вот для Сколько там их? Десять посылок разобранных. Так, значит, дальше в холме, приподнятом над землей, делается то же самое. Так, заметьте, нижняя точка не ниже уровня земли. Почему? Корни-то этого почти не боятся. Но он, если корни будут влажные всю зиму, тоже может сгнить. Это абрикос, он очень боится влаги. Тогда что получается? Вот уровень земли. Прикопали. Здесь, чтобы корни не замерзли, он выкопан был. Он был. Выкопка эта, ну, мягко говоря, варварская выкопка. Любая выкопка варварства. Теперь, что не надо жалеть? Теперь, учитывая, что он очень высоко, так, а не может мороз добраться. Еще не жалеем земли. Сыпем, 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 сыпем. Сейчас объясню, кто из этого получится. Сыпем. Вот это вот, ну, приходится вот так вот, целиком засадить. У вас саженцы более мощные, наполовину обрезанные. Так, и все это должно закрыть снег, вот это место. Теперь, ну, считаем, что я уже посидел. Что при этом происходит? Падает снег, растаял, растеклась вода. Здесь, в этом месте, где корни, где вот это, там бы вот это вот, вот это место. Здесь наиболее сухой. По возможности сухой. В местах, где снега метр и два, у нас таких вот. Вот. В местах, где, как было, когда я в Москве был, диктор телевидения, я у телевизора сижу, говорит, 4 года Москву заливает влага. Там даже вот такой прикоп может быть опасен. Хотя, вот это минимальная влажность. От мороза спасли? Спасли. Вот. От мороза. А влага здесь минимальная. Вот. Это и есть прикоп по железу. Ну, то есть, все полностью над поверхностью почвы. Теперь там их сколько? Полсотни, сотня саженцев? Ну, это мне много. Ну, детская десятка. Значит, делается то же самое. Защита от мышей. Я говорю, для всех, мы же снимаем для всех. Я говорю, защита от мышей самое главное. Выбираете картофельное поле, в которое картошку взяли. Там мышей практически нет. Им негде прятаться. Там уничтожены все ходы мышиные. После выкопки картошки. Вот этот момент. Санэпидемстанция. Килограмм два зерна. Вот. Бутылки. Бутылки разложили. У меня есть фотография с твоим участием, Таня. Ага. Вот. Тогда можно ждать, что все обойдется. От мышей спасли. От мороза спасли. Вот. И от лишней влаги спасли. Вот это и есть прикоп. А тот стандартный прикоп. До сих пор плачу по толгарским грушам. Целые десяток уничтожили. Причем они просто были. То есть пришла зима. Заметьте. Даже сейчас конец октября. А я в ноябре прикапывал. Пришла зима. И вот. Они лежат прикоп. Потом здрасте, дожди пошли. Приходит весна. Они все. Они были не просто подгнившие. Они черные были. И тогда я понял. Это полностью исключает любую возможность сохранить прикоп, который глубокий. Когда ниже уровня земли находятся эти самые корни и основания штамба. Они должны быть выше уровня земли. Благодарю за внимание. Продолжение следует.